Итоги уходящего четверга Что поставили на главной сцене города? Не такой страшный волк, как его рисуют или по следам пожара на Белшине? Пострадавших на заводе нет, и оборудование также было не повреждено. Что случилось на самом деле? С наступающим в Абруиск! Всех с Новым годом поздравляем! Весь город! Поздравления в последний вечер декабря звучат повсюду. Что еще желают горожане друг другу в новом 2021 году? А также предновогодний визит, изменения грядущего года и огни большого города. Абруиск засиял новыми красками, где прогуляться всей семьей. В Беларуси выздоровели выписанные свыше 172 тысяч пациентов, сходят 19. Зафиксировано порядка 193 тысяч человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено более 4 миллионов исследований. Такие данные приводит Минздрав. Президент в канун Нового года посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Этот визит продолжает серию поездок Александра Лукашенко по медучреждениям всей страны. Но сегодня день особенный. Глава государства навестил пациентов, которым сейчас сложнее всего. Здесь медики борются за жизни маленьких белорусов. Сюда на лечение поступают дети и подростки со всех уголков Беларуси. Главы государства рассказали о развитии РНПЦ. Здесь хотят построить новый корпус под консультативно-поликлиническое отделение. Нужен и отдельный хирургический центр. Ожидается, что на территории клиники появится и свой пансионат для пациентов и сотрудников. До боя курантов остаются считанные часы. Самое время подводить итоги уходящего года и ставить планы на новые. Ну а благородная акция «Наши дети» и дальше стремительно шагает по стране. На этот раз праздник сделали для особенных детей. Это ребята с инвалидностью, а их в зале Дворца искусств – 408. Еще 200 – сироты. Здесь для мальчиков и девочек подготовили настоящее централизованное представление. В рамках данной акции на территории Первомайского района все общественные объединения, все крупные предприятия, организации оказывают помощь домам интернатного типа, детям с особенностями, детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями. И на сегодняшний момент такой ключевой этап этой акции в преддверии Нового года. Сегодня в этом зале собрались детишки, в которых есть особенности, дети-сироты, которые сегодня смотрят эту замечательную сказку. Но акция продолжает свое и набирает обороты. И на сегодняшний момент хотелось бы особо отметить роль Белой Руси, нашей республиканской организации, фонда мира, профсоюзных организаций, первичных профсоюзных организаций, которые действительно на сегодняшний момент вносят огромный вклад для того, чтобы создать нашим детям праздник. На главной сцене города поставили сказку по мотивам произведения братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Разъеренная королева, то самое злополучное отравленное яблоко, сон и волшебный поцелуй. В Бобруйском варианте появились и Дед Мороз со Снегурочкой. Проект бюджета, социальная сфера и попытка ЭКО. Следующий год принесет в жизнь белорусов целый список изменений, что стоит знать перед тем, как загадывать желания. Громкие заголовки 2021-го далее в специальном обзоре. Минфин обнародовал проект бюджета на следующий год. Разрабатывался он в новых для страны условиях, связанных с пандемией. Бюджет будет дефицитным, расходы превысят доходы на 4 миллиарда рублей. Профинансируют разницу за счет внутренних резервов. Две трети расходов бюджета ФСЗН направят на пенсии. На финансирование пособий потратят без малого 4 миллиарда. Расходы на здравоохранение в более полутора миллиардов рублей. Почти такую же сумму направят на нужды системы образования. Промышленность получит около миллиарда. 508 миллионов – культура и СМИ. Минимальная зарплата с 1 января вырастет до 400 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина. Сейчас она 375 рублей. Также более чем на 8% увеличатся пособия на детей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 3 лет составит 449 рублей. Это касается первенца. При рождении первого малыша – 2700, второго и последующего – 3800. Базовая величина вырастет до 29 рублей. Таким образом, она станет больше, чем сейчас, на 2 рубля. От базовой величины, напомним, зависят размеры некоторых налоговых сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице. Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору. Предполагается, что с начала нового года госпошлина будет отменена, что позволит решить проблему увязки ее уплаты с прохождением технического осмотра. Вместо госпошлины предусматривается установление транспортного налога в отношении организаций и физлиц. В будущем годовая сумма сбора по так называемым народным автомобилям, масса которых тонна полторы, в среднем составит 60-80 рублей в год. В РНПЦ «Мать» и «Детя» за счет бюджета проведут 1 тысячу циклов ЭКО. В этом году результативность процедуры достаточно высокая – более 43%. Бесплатно сделать попытку ЭКО можно будет исключительно семейным парам, в которых оба супруга – граждане Беларуси и возраст жены не превышает 40 лет. За подзарядку электромобилей на всех ЭЗС придется платить. Но даже с вводом тарифа цена будет самой низкой в Европе. С 1-го числа 1 кВт на быстрых ЭЗС будет стоить 39 копеек, на медленных – 29. Таким образом, зарядить электромобиль на 100 км обойдется в сумму около 6 рублей. Такой низкой цены на электричество останется благодаря вводу в работу Белая С. В Беларуси утверждены тарифы ЖКХ. Платежи в расчете на типовую Духком до квартиру с тремя проживающими повысятся в пределах 5 долларов при условии нормативного потребления ими услуг. Повышение тарифов произойдет в два этапа. С 1 января подорожают услуги по техобслуживанию и капремонту, газо-электро- и водоснабжению, обслуживанию лифтов. А с 1 июня на 0,8 доллара вырастут тарифы на отопление и подогрев воды. Белорусские будут меньше находиться в декретном отпуске. Такие изменения рассматривает Министерство труда и социальной защиты. Правительство может оставить лишь два декретных года для всех, а три для многодетных, либо останутся три года для всех, но плачевать будут только два. Создадут проект документа в 2021-м. Когда он будет принят, неизвестно. В Беларуси увеличивается минимальный страховой стаж. Он составит 18 лет вместо 17,5. В последующем он будет увеличиваться на 6 месяцев ежегодно. Таким образом, в 2025-м нужно иметь 20 лет стажа, чтобы петендовать на трудовую пенсию. Если человек не успел на работу в страховой стаж, то он будет получать социальную пенсию, а не трудовую. А это чуть более 129 рублей. При назначении пенсии будет также иначе рассчитываться трудовой стаж для многодетных матерей. В общий стаж может быть включено дополнительно еще три года. С января станет меньше пластика. Март запретил объектам общественного питания продавать пищу и напитки в неэкологичных стаканах, посуде и контейнерах. Пластиковые палочки для размешивания напитков тоже окажутся под запретом. Одноразовые вилки, ножи и ложки больше нельзя будет встретить в кафе и магазинах. Стали очистцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть экклюзив. Корреспонденты Баврус-360 готовы выходить на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Накануне все интернет-порталы облетела новость о ЧП на Бобруйской Белшине. Специалисты сети сразу принялись раздувать инфоповод. На предприятии никто не отрицает, ЧП было. Но не такое страшно, как его рисуют некоторые СМИ. Реальная картина выглядит следующим образом. В среду на заводе крупногабаритных шин производились ремонтные работы, в частности, в подготовительном цеху. Взгорание произошло на одном из резиносмесителей, которое было оперативно локализовано силами работников и пожарных. В процессе этого инцидента пострадавших на заводе нет. И оборудование также было не повреждено. Работоспособность его не была нарушена. Сейчас уже мы 31 число сегодня производим останов завода на праздничные дни и в дальнейшем пуск, согласно приказу, который у нас определён по предприятию. То есть вчерашний такой ЧП не помешал никаким образом в деятельности завода, да? Ну, технологический процесс нарушен не был, завод работал, продукция выпускалась. Сейчас на заводе и следа не осталось от возгорания, специалисты выясняют причину пожара. Свои поздравления в канун Нового года белорусам шлют столичный Дед Мороз и Снегурочка. Дорогие белорусики и белорусочки! Весь год готовился к тому, чтобы поздравить вас, чтобы подарками одарить. Много чего думал, много чего размышлял, много чего хотел пожелать вам. Но знаете, решил всё лишнее оставить, потому что вам всего ещё нажелают. А за собой самое главное. Самое главное – это единство и здоровье. Обещаю в следующем году на это работать во всю силу. Но знаете, поговорку «На Деда Мороза надейся, а сам не плашай». Поэтому я буду работать, и вы работайте. До новых встреч, удачи и счастья в Новом году! Желаю счастья и добра, чтобы жизнь, как день, была светла. И чтобы радость без тревог переступала ваш порог. С Новым годом, дорогие! С Новым годом! Пока хозяйки суетятся над новогодним столом, где-то в другом конце города близкие и родные поздравляют друг друга с долгожданным праздником. Буберчанам здоровья, чтобы отлично прошли эту эпидемию, чтобы всё было хорошо, чтобы их мечты и планы забывались всегда. Поздравляю всех, Буберчан, с наступающим Новым годом. Хочу поздравить мой колледж, обожаю колледж, торгово-экономически. Ребята, всех люблю. Что пожелаете? Чтобы все сессию сдали, экзамены. А в целом Буберчанам? Буберчанам, чтобы тот год стал наконец-то нормальным. Хоть что-то хорошее, пусть случится. Всех с Новым годом поздравляем! Весь город желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Поздравляем всех с Новым годом, желаем счастья, не болеть и любить и быть любимыми. Поздравляю всех Буберчан с Новым годом, всего вам лучшего, наилучшего в Новом году. Поздравляем наш родной город Бобруйск с этим замечательным праздником, чтобы в нашем городе все было хорошо, чтобы наше культурное достояние возобновлялось, чтобы все люди были здоровы, несмотря на все вот эти вот эпидемиологические обстановки. Удачи, терпения, благополучия, любви, успехов. И мы все с вами молодцы. Новый год на главной елке. Для горожан подготовили праздничную программу. Встретить в 2021-м можно на площади Ленина. Здесь будут звучать музыкальные хиты и поздравления председателя Бобруйского горы исполкома Александра Студнева. Программа рассчитана до трех часов ночи. Затем в час дня начнется детская игровая часть, а в 19.00 вновь будут слышны новогодние песни. Уже 2-го числа в час дня поставят театрализованное представление. К слову, праздничная программа расписана до 10 января. Также в новогоднюю ночь изменится расписание движения общественного транспорта. Все подробности на сайте Боберлайф. Чарующие огни по всей стране зажглась новогодняя иллюминация. Именно она создатель праздничного настроения. Как засеял Бобруйск? Давайте посмотрим. КОНЕЦ 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 Это все и события к этой минуте. Телеканал Бобруйск 360 поздравляет вас с наступающим 2021 годом и Рождеством Христовым. Пусть в ваших семьях царит мир и любовь, здоровье и всех благ. До встречи в новом году. КОНЕЦ